привет друзья с вами варчик в этом видео я хочу рассказать о том как нужно вести себя в городских условиях в игре world of tanks это поможет не только принципе на городских картах это поможет на картах где сложная геометрия много прострелов много проемов проездов много не стандартных бойниц окон позиции которые не сразу понятны но если правильно все делать и ты первый раз приезжаешь в какое-то место то ты сразу начнешь уже играть нормально если отличного игрока в world of tanks послать на какую-то новую карту городскую со сложными и геометриями с большим количеством прострелов проездов проемов он там уже сразу будет играть более-менее нормально да конечно на второй бой если вот туда послать он будет еще лучше играть но уже с первого же боя он начнет что-то показывать если вы отправите слабого игрока и даже если ему что-то объясните расскажите все равно здесь будут проблемы поскольку хорошо играющий игрок он сам все делает то есть ему не нужны какие-то воспоминания а как там не говорили чем это надо делать здесь важно понять сам смысл и порядок действий как правильно как работают эти механики почему хороший игрок делает все хорошо в городе с большим количеством прострелов потому что он первый источник правильной работы с этими механиками ему не нужна еще какая-то прослойка в виде воспоминаний а кто-то мне в гайде где-то что-то рассказывал вам нужно научиться именно самому правильно работать с картофельными механиками вот сейчас мы смотрим весь бой на мини карту и очень часто туда смотрим она не просто так большая очень важная часть того как правильно вы будете или неправильно работать с этими механиками у нас есть на мини карте круги они важны когда мы хотим объехать врага так чтобы он нас не видел они важны для того чтобы понять где в зоне круги обзора или круги отрисовки есть какой-то куст с которого в нас могут стрелять или откуда нас могут светить смотря в каком круге находится враг для этого у нас есть лампочка трехсекундная если мы где-то засвечиваемся мы можем сразу понять откуда у нас есть указка по которой мы можем стрелять за круг отрисовки и наносить урон также если кто-то еще смотрел старый гайдик то я там объяснял как быстро по карте ориентироваться если где-то танк далеко засветился то не обязательно поворачивать туда лицом и что-то там выискивать и так далее быстрее следить за боем помине карте допустим на 44 указкой наводим а потом глаза переводим на середину экрана и смотрим там ничего нету при этом башня у нас правой кнопкой мыши зажата мы ее не поворачиваем может быть не надо ее поворачивать может быть башня важнее чтобы смотрела в другую сторону вот так надо работать с механиками world of tanks у нас есть мини карта которая дает огромное количество информации если мы понимаем как с ней работать даже обычные вот эти вот указка круг 1 2 здесь вот еще 3 круг есть под первым поскольку здесь есть круг максимального обзора и этот же круг у меня сейчас и мой обзор потому что у меня максимальный обзор и даже намного больше потому что это и ренегат и тут у меня 511 обзор и со всеми этими механиками мы можем работать также еще есть круг маленький это рентген мы рентгенем врага несмотря на то что есть у нас укрытие между нами или нет это все нужно знать я специально все эти простые вещи проговорил мало ли кто этот видос будет смотреть поскольку если у вас заложена изначально какая-то ошибка уже в самом начале в простой вещи то все остальные механики вы будете прорабатывать в бою неправильно поэтому я все это проговорил вдруг мало ли что-то вам было непонятно итак мы едем вперед уже весь бой я анализирую по миникарте хотя казалось бы еще ничего не произошло я должен как стандартный танкист которые типа с выключенными мозгами просто едет стандартную позицию под домик чтобы от борта перестреливаться в прострельчик тут такая щель между домами одним вторым здесь все время от бортика люди перестреливаются это происходит на этой карте уже более семи лет это только я это помню а еще до меня кто-то тут тоже сколько n существует все время заезжали сюда поглубже и перестреливаясь от борта это если на миникарту не смотрю с выключенными мозгами еду просто вперед на свою дефолтную позицию на которую я еду 7 лет но я уже вижу что едет т92 и он сейчас будет мне в прострел заезжать я вижу что он поворачивает и хочет в этот проем заехать то есть я заранее уже готовлюсь к тому чтобы стрельнуть ему в труп как только прострел появился я сразу сделал выстрел то есть но если бы союзников здесь было меньше у нас здесь зачем-то бульдог находится видимо тоже ромбовать приехал если бы союзников здесь было бы поменьше я бы мы еще и нанес урончик дальше едем вперед уже засвечивается фейс-1 это значит что сзади нас находится крайслер который его благополучно светит поскольку прострельчик тут довольно такие длинные через несколько домов и всю эту геометрию улиц нужно понимать для того чтобы быстро и правильно на все это реагировать вот мы приезжаем в эту позицию становимся бортиком вдоль линии огня вот там где укрытие заканчивается начинается линия огня выставляем свой борт вдоль линии огня откатываемся наносим урон когда враг на перезарядке да наш танчик не особо про танкование бортом у него пробивается крышка двигателя да наш танчик в принципе и от башни то не так особо танкует и в принципе наш танк не особо про броню он больше про дпм на стрел кучу урона про обзор про то чтобы много насветить не про то чтобы играть на первой линии именно на передовой и принимать весь огонь на себя но сзади нас есть игроки которые огонь на себя приняли и мы уже воспользовались этим и сыграли хорошо поскольку фейс-1 сделал ошибку он выехал лицом сюда ему надо было вдоль линии огня как я уже говорил то же самое сделать что сделал я выставить бортик вы выстрелили в эту дырку в этот прострел и все мы уже в укрытие потому что мы от борта играем до фейс-1 тоже танк не про танкование от борта потому что там каемка есть но он и не про танкование нлд как бы нлд там тоже не особо это танкует шансов что я попаду в каемку набор на бортике меньше чем я попаду в ровно стоящие нлд которое он не успевает спрятать потому что выехал неправильно вот человек на девятом уровне играет получил танк акционный свой а простейшую механику игры самую простую самую стандартную самую начальную казалось бы в эту дырку здесь люди от борта перестреливаются уже лет десять но человек получил а механику стандартную не получил вот все теперь мы отправляемся играть налево здесь у нас засвечиваются танчики здесь у нас что-то делает лтшка непонятно почему люди на лт играют город в энске поскольку это грубейшая ошибка энск это самая быстрая карта в world of tanks быстрее этой карты не играется ни одна карта и только в одном случае она может быть медленной по скорости когда зелень никто не выиграл кто выигрывает зелень на энске тот выигрывает бой за две минуты эта карта играется в среднем минуты 4 но обе лтшки не делают своей команде победу они занимаются чепухой и у нас на зелени 0 лт при том что в бою по 2 лт на команду это стандартные понятные вещи которые известны давным-давно но если кому-то они непонятны я вот их проговорил чтобы было понятно но мало ли кому кто-то не понимает и мы теперь выстраиваем свою линию огня в эту дырку ставим свой бортик видим что лтшка хочет проехать здесь но передумала и мы ждем вот она все думает думает и проехала мы делаем немножко с опозданием выстрел но не боимся этого сделать потому что мы знаем другие механики в игре которые работают неправильно уже 10 лет в игре все время присутствует небольшой рассинхрон если вы уже казалось бы заехали за поворот то есть еще небольшой промежуток времени когда снаряд еще может донести вам урон хотя вы казалось бы уже проехали тем более это ватный танчик ему надо попасть ну принципе куда попало куда попало туда урона нанесли главное чтобы в корпус в основную броню попала они под днище гусеницы или в орудии и так мы нанесли ему урон да у нас там пинг типа большеватый был 70 и в игре всегда присутствует рассинхрончик но мы это все знаем мы знаем что можно даже с таким небольшим опозданием стрельнуть это не будет ошибкой потому что на меня сейчас никто не напирает даже если тут не пройдет урон ничего страшного до меня никто не успеет добраться я успею зарядиться если на меня кто-то вывалится то бесплатно он на меня не упорится потому что я быстро заряжаюсь у меня дпм на орудие здесь выкатывается в к 100 и он выкатывается неожиданно для меня опять же он выкатывается как ну что это такое он просто не до ромбом лицом вперед выкатывается показываю свою нлд я немного это не ожидал и не хочу урон от него получать и хочу ему дать в нлд немного здесь неправильная игра получается и у меня и у него потому что он выстраивает неправильную игру чел на vk 100 он выкатывается как-то коряво пряча свое нлд за линии огня мне мне приходится выкатываться чуть чуть дальше чтобы стрельнуть ему в нлд я могу ему еще стрельнуть в лючок но мне в лючок надо не ввесь попадать а только в верхнюю часть лючка если вы не знали она тоньше чем нижняя часть и только туда я пробью вряд ли я пробью его в нижнюю часть лючка потому что она толстая и сейчас он уже что-то там лючок не выцеливают скоро будет стрелять поэтому я делаю корявый выстрел лишь бы как-нибудь потому что я не хочу получать я лучше не получу потому что размениваться мне с ним не хочется альфа у него побольше она мне не надо справа по миникарте мы еще видим лтшку но она еще не выехала достаточно далеко чтобы я мог в нее стрелять и только что появился там еще образец я не успел этого заметить я глянул что лтшка там есть но прострела на нее нету плюс она сдохла и я начал играть против фейс 1 и не заметил образца что он в этот момент вылез вот мы смотрим этот момент с другой стороны что на центр подъезжает лтшка я ее по миникарте видел а первый образец осветился и он был за домами поэтому я его сразу не заметил потом он выехал в эту дырку и проехал ее то есть непонятно чем тут делал тот проезжал то не проезжал у него не было цели сразу приехать стрелять в меня поэтому как-то я не сразу обратил на него внимание он не стрельнул борт башни не пробил своей бэбэшкой потому что там пробитие не очень до немножко не досмотрел в этот момент потому что был занят и в этом основная проблема городских карт с кучей таких вот вещей когда много прострелов много укрытий но мы сразу реагируем на это понимаем что он за домом стоит и с его стороны линию огня мы сразу перекрываем заезжая глубже и сейчас начнется то о чем я хотел рассказать в этом видео все что я рассказал да это просто для тех кто ну не обращал внимание на какие-то обычные вещи или не знал я их проговорил чтобы наверстать упущено для тех кто это не знал мы имеем возможность сейчас играть в несколько сторон мы можем играть от борта в эту сторону одновременно проезжая влево мы перекрываем прострел от образца и с левой стороны мы тоже уехали чтобы ну не с трех сторон насасывать еще здесь удис заезжает но здесь союзников много как бы ему и будет не до меня и вот мы таким образом контролируем несколько прострелов и в принципе можем нормально и адекватно отыгрывать то есть мы среагировали на образца да мы может быть не сразу его заметили потому что были немножко отвлечены и заняты такое бывает что ты где-то что-то можешь пропустить потому что у тебя глаза бегают по экрану и ты с одной точки в другую переключаешься и пока ты с одной точки допустим я посмотрел на лтшку она недоступна переключился глазами сюда или еще куда-то потом начал смотреть на экран а это все доли секунды и пока эти доли секунд проходили чел выехал в дырку стрельнул и проехал то есть именно в этот момент я смотрел в другую какую-то область карты или экрана и поэтому такое совпадение что именно этот моментик маленький я пропустил такое бывает настолько редко что это прям но немного удивляет когда ты следишь весь бой за всем происходящим и какой-то момент упускаешь ты думаешь ну как он там появился я шток шо прям туда смотрел и он прям в этот момент там и вылазит у меня лично такое бывает ну дай бог один-два раза в месяц при плотной игре при том что много играю такое происходит крайне редко но происходит невозможно следить прям сто процентов за всеми ситуациями в игре но при этом нужно сразу на них реагировать и как можно больше нужно моментов все равно контролировать только такие вот незначительные иногда могут проскакивать потому что но мы не робот и мы не можем прям весь весь квадрату так вот весь квадрат миникарты целиком и одновременно мы за ним не можем следить мы можем в целом за карты смотреть и переходить от момента к моменту мы же каждый момент отдельно анализируем и за каждым моментом следим по очереди мы же не следим за всем сразу тем более каждым нужно подумать про анализировать и правильно отреагировать поэтому это все занимает долю секунд времени и можно что-то вот упустить как такой момент сейчас мы видим что фейс-1 открыл справа прострел наш фейс-1 заехал в улицу поглубже конечно ему в жопу образец может накидывать но видимо ему там нормально и в такой ситуации фейс-1 не дает возможность заехать врагам сразу на меня справа если кто-то не светился или отсветился он может заехать и неожиданно дать мне урон потому что я свечусь от этих челиков но не вижу что там за домом то есть у меня нет моего именно засвета за дом но есть засвет фейс-1 союзного то есть сюда никто не проедет и не даст мне урон поэтому для меня здесь становится безопасно справа я на него забиваю и начинаю играть против лево я подъезжаю под следующий прострел и начинаю играть с ним я камеры выглядываю из-за дома сейчас в игре добавили две настройки тактический обзор и командирская камера командирская камера это просто камеру вверх поднимаешь и смотришь а командирская она еще сильнее поднимает и немного становится параллельно земле кому нравится то или другое ставьте на свой вкус мне нравится просто командирская камера отдалил я ей все время пользовался я к ней привык следующая надстройка над командирской камерой мне не интересно поэтому я заглядываю за дома и смотрю куда они смотрят они меня контролируют они на меня смотрят поэтому пока что ждем ошибки ждем ошибки и смотрим что можно еще поделать сами никуда мы не упарываемся не врываемся поскольку мы будем одни мы заедем отдельно к ним в их двор и там нам будет плохо там нам делать нечего поэтому аккуратненько смотрим что делают враги и отыгрываем эти прострелы как только где-то что-то освобождается какой-то прострел враги не контролирует мгновенно на него реагируем и пытаемся извлечь из него пользу враги открыли этот прострел я попытался что-то подъехать поддавить вижу что они отвлекаются уже на правых челиков и пытаясь заехать поглубже вижу что а м м x уже перестал контролировать этот проем и я начинаю его контролировать то есть ему нужно будет выезжать через мой выстрел вы кашка отъехала то есть сейчас ключевой момент а м x перестал контролировать этот прострел его напряг наш face 1 face 1 тоже отвлекся сначала мы поджали вот этот прострел они перестали его контролировать потом этот прострел перестали контролировать потом вы кашка отъехала назад перестала контролировать вот этот прострел и для меня становится свободным и безопасным улица 1 2 и вот эти вот все проемы для меня безопасно я могу проехать убить face 1 и потом уже опять линию огня выстроить свой кашкой и убивать его и все это делаю я безопасно потому что смотрю за всеми кто что делает эти ребята отвлечены отключены они там отдельно где-то самой большой улице там борется с пустотой эти ребята отвлеклись на face 1 на нашего если бы этого не было я бы просто от бортика дальше играл против них потихоньку бы в позиционке их разбирал и как только бы получил преимущество уже можно было бы играть активнее но они отвлеклись и я сразу начинаю использовать каждый участок карты который для меня безопасен для того чтобы выгодно все себе тут понаделать вы кашка перестала контролировать этот поворот я начал его контролировать поэтому ему нужно выезжать и получать либо нужно ромбик ставить вдоль линии огня но люди начинают спешить ошибаться и как мы заметили в этом бою сейчас в рандоме мало кто вдоль линии огня вдоль линии прострела адекватно отыгрывать от борта все играют вот так вот как попало выезжают ни одного врага не было который бы отыграл правильно мы слышим еще и видим что он стрельнул значит на перезарядке и он довольно таки подожденный отрезок времени выключается из игры все он ничего не может и за этот отрезок времени мы можем поехать фейсу дать в затылок даем и все мы освобождаем для союзников еще участок карты и они уже едут на нас я подъезжаю под линию огня перед вы кашкой и опять ставлю бортик я не хочу выезжать как большинство врагов и просто так им отдаваться потому что а зачем у меня слабая боеукладка в нлд она часто ломается я потрачу ремку ремка будет на кд я потрачу хп за хп нужно платить серебром я фармлю серебро на прям танки и мало ли что произойдет дальше вдруг мои чуваки посыпятся и мне нужно будет тащить бой зачем мне раздавать свою хп при том что я потрачу долю секунды чтобы развернуть свой танк и поставить бортиком а в это время я все равно на перезарядке мне спешить пока некуда вот я зарядился стрельнул в борт все хорошо а чел уже скоро бы мог и зарядиться то есть все отыгрывается четенько вот здесь у нас удис подставляется мы всю эту правую уже сторону весь двор отжали и начинаем играть против вот этой улице которая сидела отдельно ничего не делала они должны были что-то делать что-то предпринимать но они отделились и сидели там как какие-то запасные игроки которые ну просто находятся не перекрываем союзником прострел потому что мы все равно кд бой быстрый мы сейчас успеем уже пострелять в следующих получаем благодарность от союзника которому не перекрыли прострел хотя убил его врага не он но ничего страшного здесь уже мы начинаем спешить потому что счет 93 уже как бы хочется и просто урончик понабивать выезжаем чуть более неправильно но чтобы успеть стрельнуть пока в этом моменте я буду там свои ромбики настраивать вдоль линии огня я не успею стрельнуть сейчас мы уже понимаем что налево мы не успеваем мы тяжелый танк тут куча стэшек и мы уже начинаем ехать направо чтобы еще пострелять в этом моменте мы уже менее правильно начинаем играть здесь мы уже начинаем играть как стая волков кто укусил тот успел кто не успел тот остался без урона поэтому мы спешим вперед и пытаемся что-нибудь настрелять здесь у нас есть вариант т-95 сбить каток и получить по катку какие-то там ассисты или заехать в борт и нанести просто урон заезжаем в борт наносим урон и я уже думал не успею а потом подумал успею ну в общем вот так не успел здесь шарфутер катался в простреле думал может быть он вернется но все таки он поехал в город поэтому я заранее уже до того как он даже засветится я понял что он не поехал в эту сторону потому что мог засветиться шарфутера не засветился да и он ехал с этой стороны я уже заранее понял что он едет вот сюда это очевидно и уже заранее начал туда ехать чтобы успеть может быть еще стрельнуть мало ли он успеет доехать сам до меня поскольку деваться там особо некуда это энск маленькая карта и все поехали в ту сторону всякие там захваты баз и так далее мне не интересно это не интересно я базу беру если это нужно для победы если я у себя в голове просчитал тактику что это поможет победе это будет правильно если в этом смысла никакого нет то зачем на ней стоять вот кружочки эти обтирать захват базы он нужен зачем либо чтобы врагов выманить на себя чтобы они сами к тебе приехали если ты не хочешь за ними или не можешь ездить или чтобы успеть захватить базу и выиграть пока все враги в большинстве заняты чепухой и не могут сбить ты просто захватываешь потому что не можешь их убить их сильно много все больше базу брать нет смысла практически никогда все вот такой вот бой я его разобрал рассказал вам как контролировать и куда смотреть и что делать в принципе как работать с механиками world of tanks я вам рассказал как делаю я и считаю что ну наверное это правильно по крайней мере никакого гайда на ю тубе как делать еще правильнее я не видел поэтому имеем что имеем с вами был варчик играть красиво всем пока